МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал СБС передача «Экономика дня». Я ее ведущий Фуат Байрамов. В этом выпуске поговорим о сотрудничестве Азербайджана с Европейским банком реконструкции и развития. В беседе примут участие онлайн доктор философии в области экономики, доцент Азербайджанского университета туризма и менеджмента Эльмира Годжаева. В студии СБС находится депутат парламента Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев. Здравствуйте, спасибо, что принимаете участие в нашем выпуске. Спасибо за приглашение. В рамках встречи в видеоформате президента Азербайджана Ильхам Алиев с представителями Европейского банка реконструкции и развития была высоко оценена поддержка организации в процессе трансформации и диверсификации экономики Азербайджана. Оцените, пожалуйста, итоги сотрудничества Азербайджана с Европейским банком реконструкции и развития. Руфат Малин, попрошу вас. Спасибо, хороший вопрос. Я хочу сказать, что, во-первых, давайте сразу отметим, что Европейский банк реконструкции и развития является очень, я даже сказал бы, самой серьезной финансовой структурой международной в мире. И если у этой финансовой структуры, я не говорю просто доверия, а очень большого глубокого доверия к той или иной стране, доверия и в экономическое развитие, доверия и в политическую стабильность, если бы не было бы, такая структура никогда не будет работать, тем более выдавать кредиты, тем более на минимальных процентах. То есть, если мы подведем итоги, то мы увидим, что действительно эта структура очень доверяет и доверительны отношения с Азербайджаном, с руководством, и даже я бы сказал лично с господином президентом. И поэтому-то они выделили за эти, более актуально будет сказать, 20 лет, нежели 30. Ну, если говорят 30 лет, я тоже скажу, что 30 лет. 3 миллиарда евро. Это немаловажная сумма, она была выделена Азербайджану. Обслуживание всех этих кредитов, естественно, что все по канонам Европейского банка реконструкции и развития. Это было 13 проектов, из которых 12 успешно завершены. И сегодня готовится завершение уже 13 проекта. То есть, можно говорить об успешных отношениях. Эта организация действительно сильно, я бы не сказал бы помогала, но я сказал бы, что международный имидж этой организации, вот именно он подействовал на другие финансовые и иные структуры. И они, естественно, поняли, что действительно, да, Азербайджан это стабильная страна, которая выполняет все те, значит, задания, которые ставит сама перед собой. И я бы отметил бы, что то, что господин президент очень тепло поприветствовал, значит, нового председателя, президента, да, этой организации и поблагодарил за столь такое дружеское, значит, за дружеские отношения в течение 30 лет. Я бы сказал бы, что мы плечом к плечу вместе с этой организацией шли к победам. Я думаю, что еще дальше у нас будут большие победы. Спасибо вам большое. В ходе встречи с главой государства новый президент Европейского банка реконструкции и развития Оделерей Нобасо также высоко оценила меры, предпринятые Азербайджаном по поддержке своего народа в период активной фазы пандемии коронавируса, а также мер и предпринятых механизмов для спасения национальной экономики в столь сложный период. Как бы вы оценили те шаги, которые предпринял Баку в этот сложный период по поддержке как своего народа, так и экономики в целом? Прошу вас, господин. Спасибо за интересный вопрос. Конечно же, надо отметить, что государственный бюджет, который принимается как финансовый план страны, он у нас социально направленный, поэтому социальная политика является главенствующей, и обеспечение малообеспеченной части населения, а также защита населения имеет приоритет для нашей страны. Поэтому особо отмечалось также президентом страны карантинные меры, которые были заблаговременно принятыми, с учетом, конечно же, того, чтобы не было большого количества и заболеваемости. Это, конечно, постройка модульных, здесь надо говорить, и лабораторий, и больницы, 22 больницы. И вот всячески вот эта планомерная работа, она, конечно же, позволила уменьшить то количество, которое наблюдалось во многих странах. Поэтому своевременные карантинные меры, строгий карантинный режим, он был необходимым, так как первая задача нашего государства, конечно же, заключалась в обеспечении здоровья граждан населения, а вторая, конечно же, это потенциал экономики нашей страны. Естественно, мы говорим, что национальная экономика в период пандемии, она пострадала. Но, несмотря на это, президент отметил, что экономический рост составлял 1%, в мини-синоп-секторе здесь тоже имелись определенные перспективы, в нефтегазовом 23%. И вся вот эта положительная динамика, несмотря на то, что многие страны столкнулись с проблемами в экономике своей страны, конечно, надо высоко отметить. Также надо отметить, что несмотря на то, что здесь проделывалась громадная работа по поводу защиты малого и среднего бизнеса, предпринимательства, который также Европейским банком реконструкции и развития он учитывался в последующие и в последующие годы, конечно же, принимается в качестве перспективы, говорит о том, что здесь свыше, мы говорим, даже миллиардов, это налоговые кредиты, это, конечно же, защита предпринимательства, она тоже имела большое значение, так как мы знаем, что в период кризиса необходима государственная поддержка, что, конечно же, и была на высоком уровне проделана у нас в стране. Еще надо отметить то, что карантинный режим, который наблюдался в Азербайджане, мы знаем, что пандемия коронавируса, она бушует во многих странах, и мы знаем, что в период вот как раз-таки вот этих процессов многие страны некоторыми своевременно смогли защитить свое население, и вот таким образом большое количество заболеваемости, как мы видели, эта картина в Италии наблюдалась, конечно же, говорит о том, что Азербайджан, своевременные механизмы, рычаги помогли обеспечить, конечно же, снижение заболеваемости, и, как видим, что это, если даже и повлияло на экономику страны, но все же отмечалось, что рост, несмотря на то, что ВВП были, конечно, баллы во внутреннем продукте были определенные показатели снижения, но все же по сравнению с другими странами картина является положительной. Спасибо большое, Эльмира Ханома. Господин Гулиев, позвольте, мы с вами поговорим об энергетической сфере, потому что в данной плоскости Азербайджан, сотрудничество между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития занимает достаточно большую плоскость, потому что, как вы отметили, из общего объема в 3 миллиарда евро инвестиций, которые международная организация профинансировала в Азербайджане, 1 миллиард евро приходится именно на энергетический сектор, то есть, в частности, на южно-газовый коридор. Его строительство и финансирование в этом смысле. Это свидетельствует о высокой заинтересованности Европейского банка реконструкции и развития в данном проекте. В чем заключается инвестиционность, привлекательность данного проекта для европейской организации? Во-первых, надо отметить, что Европейский банк реконструкции и развития, он оказывал финансовое содействие не только институциональным проектам, мегапроектам, но и частному сектору. Это надо отметить, и принимает и будет принимать самое активное участие и в работе малого и среднего бизнеса. В чем суть вопроса? Годовое потребление газа в Европе составляет порядка 500 миллиардов кубов, из которых пока Азербайджан через ТАП доставляет для 8 стран Европы до 10 миллиардов кубов. Кстати, цены на газ выросли, активность экономики проявляется, холодная зима и так далее. Так что в этом плане европейцы были очень довольны тем, что Азербайджан стал еще одним поставщиком газа. Диверсификация путей поставок. Что? Диверсификация путей поставок. Да, то есть тут, конечно, были определенные проблемы и по Северному потоку-1, и по Северному потоку-2. А наш вот Южный газовый коридор, он полностью, скажем так, суверенно, в суверенном ключе работает. Мы, кстати, построили и ТАП-Танаб закончился, но будет расширение. И есть такая цифра. Я поделюсь ею информацией. Мы с Туркмени установили достаточно хорошие отношения, вы знаете, совместно будем работать. И если мы, кстати, между прочим, после 22 лет Азербайджан, Азербайджан, при содействии Азербайджана, 5 стран прикаспийских заключили договор. 2019 год, если не ошибаюсь. И мы очень удачно все разделили. Удачно имеется в виду, что Азербайджану почти 21% достался. А, кстати, на дне Каспийского моря находится, по приблизительным оценкам, нефти и газа в нефтяном эквиваленте приблизительно на 6,5 триллиона долларов. Эта цифра не то, что Руфат Кулиев говорит, это цифры говорят английские контенты, можно туда обращаться, источники и так далее. 21%, то бишь мы можем претендовать в дальнейшем на одну пятую часть вот таких вот залежей. А тут это на будущее. На сегодня что у нас? У нас с Туркменией после этих соглашений установилось очень хорошее отношение. В конце концов мы разобрались, что мы, в принципе, лучше будем партнерами и друзьями. Если мы сможем, а мы это сделаем, проложить, значит, газопровод по дну Каспийского моря, то мы можем помочь Туркмении, значит, вывозить, продавать их газ. В Туркмении сейчас большие проблемы связаны с тем, что, значит, они не могут полностью решить транспортные проблемы, ценовые проблемы со своими соседями. То есть, ближайшим соседом покупателям, значит, туркменского газа были россияне. Так, теперь они обращаются к Азербайджану с просьбой, что вот у нас есть газ, мы хотим тоже, как вы говорите, диверсифицировать. Новые рынки сгуты. Да, и вы знаете, это очень амбициозная задача поставлена господином президентом. Я думаю, она выполнится. Мы будем поставлять, в конце концов, до 100 миллиардов кубов на европейский рынок. Это означает одну пятую часть, то бишь 20% от потребностей Европы. Это означает, что помимо этих восьми стран, которые сегодня участвуют, будут привлечены еще порядка 15 или 10 стран, которые будут вовлечены, значит, в этот экономический проект, мегапроект. И это означает, помимо потока газодолларов в Азербайджан, ну и Туркмения, естественно, будет получать дивиденды от этого. Мы сильно укрепим свои позиции в Европе, потому что европейцы будут очень довольны. Они и так довольны. А в будущем, когда они уже будут получать до 100 миллиардов кубов, то они будут сильно доверять, еще сильнее доверять Азербайджану и, естественно, в политическом международном плане мы еще сильнее укрепимся. Это самое главное. То есть здесь дивиденды, видите, не только экономические, и не только социальные, тут еще и политические и международные дивиденды. То есть от этого Азербайджан будет выигрывать, от этого Европа будет выигрывать. Они знают, что мы надежный партнер, мы стратегический партнер, мы, когда даем слово, мы его выполняем. А в этом процессе нам, естественно, понадобится помощь, сотрудничество, партнерство, я бы сказал, с Европейским банком реконструкции и развития. Они охотно идут на это, я вам скажу. Если вы посмотрите список стран, кому они давали и дают кредиты, вы увидите, что это очень узкий список. Причем в таком объеме. Да, и причем по такие проценты. И причем они никогда не связываются ни с какими финансовыми отклонениями, они это не приемлят. Они всегда борются с этими, они всегда хотят работать с теми странами, чья, первое, политическая стабильность, то есть сильная политическая власть, демократия, реализм мнений, интересов и так далее, и экономическая составляющая. То есть они должны быть полностью застрахованы, чтобы завтра не было никаких инцидентов, связанных со страной, с которой они сотрудничают. Я думаю, в этом плане они будут очень сильно заинтересованы, они это практически подтвердили, и господин президент тоже сказал, что скорее всего он будет дальше сотрудничать с этим банком. Господин Голи, было очень интересно услышать ваш ответ. Я хотел бы отметить, что о частном секторе и роли Европейского банка реконструкции и развития в этой сфере мы еще тщательнее обсудим в будущем. Но сейчас бы я хотел поговорить с вами, госпожа Горжаева, о роли Европейского банка реконструкции и развития в процессе восстановления Карабаха. Они официально об этом заявили при встрече, при видеострече с президентом Азербайджаном Ильхамом Малиевым. Я бы хотел узнать, какую роль Международный финансовый институт может сыграть восстановление освобожденных территорий Азербайджана. То есть в каких плоскостях вы видите наиболее привлекательные для них? Надо отметить, что начиная даже с 2019 года, конечно же и в предыдущих годах указывалось о зеленой энергетике. Мы прекрасно понимаем, что зеленая энергетика более рассматривается и приемлема тем, что также обсуждался вопрос города Гянджи. И здесь также расположение резолюции Организации Объединенных Наций с учетом здесь, конечно, экологической безопасности прежде всего. Поэтому надо говорить о том, что как раз таки во всем мире экологическая безопасность тоже имеет главные цели для последующего развития многих стран мира. Потому что мы говорим, что экология, она, соответственно, влияет на уровень жизни, качество человека. Естественно, здесь больше всего расположение идет на то, что здесь будет постройка, и как вот президент тоже отметил, что к концу года фактически энергоснабжение будет завершено. Поэтому инфраструктурные проекты, которые наиболее приемлемы также, и как вот отметил Руфатнелем, конечно же, они связаны с тем, что прежде всего проекты, которые принимаются во внимание банкам, европейским банкам реконструкции и развития, они, конечно же, имеют большое значение и для Азербайджана. Мы знаем, что освобожденные земли прежде всего требуют больших вложений инвестиций. За последнее время проделывается огромная работа в сфере аграрного сектора. Здесь, конечно же, расположение, роль банка также можно учитывать потом в последующем торговом оборудовании, потому что мы прекрасно знаем, что с Европейским союзом Азербайджан имеет здесь определенную часть то, что поддерживаем банкам экспортный потенциал. Это даже статические данные говорят о том, что более 50%, поэтому экспортный потенциал, который поддерживается банком, он также благоприятно будет воздействовать и на Азербайджан. Что касается, конечно же, инвестиций на освобожденных землях Азербайджана, конечно, здесь, как и было указано, зеленая энергетика – это прежде всего водные электростанции, электриные, и здесь, конечно же, это с целью экологической безопасности, а также мы всегда говорим о том, что фитосанитария, аграрный сектор, здесь тоже имеет большое значение вложений, и орошение земель, которые также поддерживается со стороны Европейского банка реконструкции и развития, так как мы видим, что за последнее время это имеет важное значение и для нас в целом. Поэтому поддержка со стороны и, конечно же, инвестиционные вложения со стороны финансово-кредитного учреждения, они будут благоприятно воздействовать и являются, конечно же, последующим влиянием на социально-экономическое развитие нашей страны. Конечно же, роль Европейского банка реконструкции и развития, как мы указали, на освобожденных территориях Азербайджана, это будет в сфере, конечно же, торговли, это будет, конечно же, сказываться на туризме, потому что мы знаем, что здесь фактически, если затрагивается финансовый сектор, также, я здесь хотела бы тоже отметить, здесь операции со стороны Центрального банка, это тоже один из полагающих, конечно же, для потом последующего социально-экономического развития на стране. Конечно, надо отметить, что Европейский банк реконструкции развития, он имеет большое специфическое значение для быстрейшего восстановления освобожденных земель, и мы знаем, что здесь инфраструктурные проекты, которые необходимы с целью потом последующего, здесь уже, это прежде всего и проложение дорог, надо указать, это и социальные объекты, которые необходимы для того, чтобы быстро провернуть всю рутинную работу, которая поставлена перед нашим государством. Естественно, роль банка, она отмечается, и мы прекрасно знаем, что даже, несмотря на то, что с 1991 года, 1992 год, он также показывает, что необходимость поддержки со стороны Европейского банка реконструкции и развития, она приемлема, и здесь, конечно же, говорится о том, что всегда банк поддерживает всю планомерную работу, которая проводится в Азербайджане, с учетом потом, конечно же, как бы служить примером для многих стран. Это также было отмечено в наступлении. Поэтому и все вот эти инфраструктурные проекты, которые будут возложены, конечно же, и которые будут, конечно же, со стороны финансовой помощи Европейского банка реконструкции и развития, они помогут в скорейшее время, в кратчайший период времени восстановить ирегационную систему орошения сельскохозяйств, потому что мы знаем, что освобожденные земли, они имеют специфику здесь животноводства, растеневодства, оздоровительного туризма, как мы говорим, значит, больше возлакается, конечно, надежда постпандемический период на внутренний туризм, поэтому, соответственно, внутренний туризм, который он и является специфической стратегической целью в последующем, будет развиваться с учетом, естественно, здесь и культурного туризма, с учетом, конечно, дабы неологического, потому что освобожденные земли, мы знаем, обладают уникальностью, своей природными ресурсами, природной аттрактивностью, и, конечно же, будет привлекать большое количество туристов, это, конечно же, на перспективу, и, конечно же, роль Европейского банка реконструкции и развития, она заключается в том, чтобы, как вот я и отметила, буквально в кратчайший период времени обеспечить вот всю ту плановерную работу, которая намечается у нас в стране, поэтому, соответственно, мы знаем, что Азербайджан и регион, Азербайджанский регион в соответствии, это экономический потенциал, дальнейший рост экономического потенциала у нас в стране, и надо сказать, что на освобожденные территории, как мы знаем, с расходной части государственного бюджета выделено 2,2 миллиарда монар. Это тоже говорит о том, что пристальное внимание нашего руководства, а также пристальное внимание Европейского банка реконструкции и развития, как они указывали, примут определенные тоже на себя обязанности с учетом, конечно же, действия, выполнения институционных проектов, которые тоже специфически, в первую очередь, будут возлагать надежды на экономический трендовый рост в нашей стране. Я думаю, что... Извините, я очень извиняюсь. Я хотел бы уточнить один момент. Вы в своем ответе уделили внимание именно свопом операциям между Центральным банком Азербайджана и Европейским банком реконструкции и развития. Эти операции направлены на стимулирование частного сектора. Но какую роль и каким образом это именно стимулирует частный сектор? Вы могли бы пояснить этот момент? Да, конечно, мы знаем здесь прекрасно, что либерализация экономики, которая тоже принимается в большей части в Западной Европе, здесь это тоже имеет большое значение. Кстати, об этом тоже указывалось. И банковские операции, которые направлены на развитие малого и среднего предпринимательства, тоже служат приоритетом со стороны Европейского банка реконструкции и развития. Поэтому задействованный финансовый рынок и, конечно же, здесь аккумуляция, как мы говорим, денежных средств, с учетом, конечно же, здесь и долларовых вариантов, и валютной системы доллара и евро, это тоже будет положительно влиять на предпринимательскую деятельность у нас в стране. Поэтому предприниматели здесь, которые получают, как я говорила, в период пандемии поддержку со стороны государства, микрофинансирование, также мы знаем, что дотации, которые предоставляются со стороны государства, это прежде всего говорит о том, что планомерная работа, также со стороны монетарной политики, внешнокредитной политики Центрального банка, тоже направлена на поддержание предпринимательского сектора у нас в Азербайджане. Спасибо вам большое. Мы много говорили о перспективных направлениях на освобожденных территориях Азербайджана, в целом говорили о 30-летнем сотрудничестве между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития. Но хотелось бы узнать в среднесрочной перспективе, какие еще направления намного более перспективны для двухсороднего формата сотрудничества. И хотелось бы узнать, нужно ли Азербайджану участие Европейского банка реконструкции и развития, дальнейшее его участие в процессе диверсификации экономики и увеличения доли нефтяного сектора в общей структуре экономики страны. Руфатмайля, попрошу ответить вас. Вы интересный вопрос задали, я обратил внимание. Своповские сделки. Что я хочу сказать. Обычно европейские банки, тем более с международным таким уклоном, они предпочитают работать в двух валютах. Либо это будет евро, либо это будет доллар. Это ключевые валюты. Но что интересно, значит, Европейский банк реконструкции и развития, он именно работал в Азербайджане с местной валютой. То есть с азербайджанским монатом. Это говорит о том, что очень сильное доверие, значит, Европейского банка к национальной валюте. Это говорит об этом. Далее, значит, что у нас за вопрос был, вы мне еще раз напомните, какие у нас будут... Перспективное направление среди срочной, перспективной, частности, диверсификации экономики. Да. Я думаю, что это, скорее всего, не помощь международного Европейского банка реконструкции и развития, а равноправные, значит, партнерства. То есть мы страна самодостаточная, суверенная, как в экономическом, так и в финансовом плане. Так, нам нужно просто участие международных банков, сильных таких финансовых институтов в том, чтобы мы могли более быстрее и теснее, значит, интегрироваться в европейскую экономику. Это тоже один из инструментов интегрирования в европейскую экономику. У нас получается, что мы, обладая этими возможностями, теснее работаем вместе. И здесь я думаю, что международный европейский банк, он будет еще более теснее работать, более теснее, более шире работать и в частном секторе. Это есть доверие к национальной валюте и к экономике страны. Это говорит об этом. И, естественно, это и престиж для Азербайджана тоже. Это не просто банк, это один из самых больших банков в мире, который вот именно сотрудничает с несколькими странами, не со всеми. Так что я думаю, что помимо инфраструктурных проектов, где европейский банк будет иметь свои интересы, тут, конечно, интересы есть, безусловно, экономика не бывает, финансы не бывают без интересов, будут помимо, значит, инфраструктурных, значит, энергетических проектов и будет, наверное, у них интересы вне нефтяным секторе. И в том числе в частном секторе. Ну, о механизме мы уже поговорили с вами. Спасибо вам большое, госпожа Гуржаева. Также попрошу вас ответить на этот вопрос, но я очень извиняюсь, у нас осталось немного времени, поэтому прошу вас. Да, конечно же, я могу только вот подытожить итог, что со стороны Европейского банка реконструкции и развития, деятельность, конечно, его важна для Азербайджана, конечно же, стабильность, можно говорить, национальной валюты, которая тоже располагается на то, что здесь мы в конечном итоге видим, и доверие многих, потому что мы знаем, что любая финансовая структура, конечно, располагается на том, что потом в последующем она окупается. И любые даже инвестиции, они тоже, даже любой инвестор может, прежде всего, куда вкладывать, когда он имеет определенное доверие, когда существует макроэкономическая стабильность в стране, благоприятная обстановка для инвестирования, поэтому в конечном итоге надо только сказать самое главное, что все вот эти наличия, которые были сказаны в течение передачи, они говорят о том, что макроэкономическая стабильность в стране, она существует, потенциал страны, с учетом ее здесь и природных ресурсов, и с учетом, конечно же, здесь тех проектов, той рутинной работы, и, надо сказать, принятых в большом количестве программы, программы социально-экономического развития страны, даже вот 4 июня, там, социально-экономического развития региона, который имеет расположение еще закончится в 2023 году, главной целью все-таки имеет удвоение ВВП и обеспечение занятости населения. Поэтому вся работа, которая проделывается, даже со стороны деятельности Европейского банка реконструкции и развития, тоже задействован такой вот механизм, как обеспечение занятости населения. Поэтому потенциал страны, он будет наращен, и доверие со стороны финансо-кредитных организаций он имеет в большом количестве. Спасибо большое, госпожа Годжаева, спасибо большое, господин Гулиев, было очень приятно и интересно с вами дискутировать. А я напомню нашим телезрителям, что они смотрели передачу «Экономика дня» на телеканале Сибиси. В этом выпуске мы практически подвели итоги 30-летнего партнерства Азербайджана с Европейским банком реконструкции и развития. В студии телеканала Сибиси на вопросы отвечал депутат парламента Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев. Онлайн в дискуссии принимало участие доктор философии, в области экономики, доцент Азербайджанского университета туризма и менеджмента Эльмира Годжаева. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»